Еще один шаг в развитии демографии региона. Курские парламентарии поддержали предложение губернатора и разработали новую льготу для многодетных семей. Она касается скидок на обучение в средних профессиональных учреждениях на платной основе. Процент компенсации будет зависеть от количества детей, воспитывающихся в семье. Предполагается законопроектом введение такой нормы. Многодетные семьи, где воспитывается от 3 до 4 детей, будет компенсироваться плата за обучение в размере 10%. Семьям, где от 5 до 7 детей, это 15%. Ну и соответственно 8 и более 50% стоимости обучения. Депутаты поддержали предложение единогласно. Теперь его вынесут на заседание регионального парламента, которое состоится 20 апреля. Если решение будет положительным, то норма вступит в силу уже с 1 сентября этого года. Получили поддержку парламентария в еще два законопроекта, инициированных главой региона. Это возможность опекунам подавать заявление на выплату опекунского пособия через портал Госуслуг. Теперь эта возможность будет, не нужно будет сходить с заявлением, теперь можно будет в электронном виде сделать. Вторая инициатива касается выплат солдатам, которые проходили воинскую службу и стали инвалидами из-за травмы. В Курской области к этой категории относятся 68 человек. Меры социальной поддержки наших граждан, которые принимают участие и в разминировании территорий, и принимают участие в рамках специальной военной операции, они находят в том числе реализацию в виде мер социальной поддержки. Это и материальные выплаты, это целый ряд медицинских общих таких направлений, которые позволят, наверное, более комфортно чувствовать себя гражданами. Согласно законопроекту, участники СВО и члены их семей смогут вне очереди обслуживаться в медицинских учреждениях, а также получать льготное санаторное лечение и лекарственные препараты. Лариса Марковчина, Максим Леонов, События дня.